Здравствуйте! Вы на канале Школа Доктора Скачков. А я Доктор Скачков. Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Автор сотен видео в интернете. В этом видео я вам расскажу, как правильно худеть, увеличив уровень двигательной активности. Тоже правильно. Кто-то предпочитает снижать вес за счет диет. И это их выбор. Кто-то предпочитает снижать вес, увеличив уровень двигательной активности. И самый простой способ это ходьба либо бег. Но! Очень важный момент и в том, и в другом случае – правильное дыхание. Применив которое, вы сможете сделать более правильным снижение веса. И получить тот результат, который вы хотите, более легко. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как же правильно дышать и как правильно бегать. Чтобы снижение веса шло не просто эффективно. Самое главное. Очень главный вопрос. Безопасность. Не снижение веса любой ценой. А снижение веса и укрепление того, что у вас есть. Это ваше здоровье. Которое избыточный вес проверяют часто на прочность различными болезнями. Такими как жировой гепатоз. Такими как сахарный диабет. Атеросклероз сосудов. Гипертоническая болезнь. Либо веитосуистая дистония. Разные виды аритмии. Явление артроза, остеохондроза. Очень много болезней связано с тем, что вы носите с собой лишние килограммы. Скажем, если у вас есть избыток веса в 10 килограмм. Вы постоянно ходите, образно говоря, с ведром воды. Если 20 килограмм, выносите с тобой уже 2 ведра воды. И так далее. Вот как с этими ведрами, лишними килограммами. Правильно справиться и безопасно избавить от них свой организм. Вы узнаете в этом видео. Как правильно применять дыхание и движение. Для более безопасного движения в пути к этой цели. Смотрите видео дальше. Как же правильно дышать при беге для похудения. И как правильно бегать для похудения. Определяющий фактор в этом вопросе всего один. Основной один. Это частота сокращений сердца. Которая при физической нагрузке не должна быть выше 130 ударов в минуту. Если лучше пульс будет меньше 130. Но вы будете дольше выполнять физическую нагрузку. Чем вы часто будете залазить за частоту выше 130 ударов в минуту. При которой время восстановления сердечной мышцы или отдыха недостаточно. По сравнению с той работой, которую сердце совершает. И если вы делаете кардиограмму. Могут написать в лучшем случае метаболические изменения миокарда. Хуже если напишут дистрофические изменения миокарда. Или миокардия дистрофия. Или дистрофия миокарда. Еще хуже если напишут явление кардиосклероза. В чем разница? Метаболические изменения это первый звоночек. Который показывает, что мышца сердца немножечко недополучает времени на восстановление. Дистрофические изменения говорят о том, что сердце давно недополучает пищи. Полноценного времени и состава крови для своего восстановления. А кардиосклероз говорит о погибших мышечных волокнах. Которые не будут никогда уже сокращаться. Просто механически присутствуют в сердечной мышце. И движение по этому пути ведет к сердечной недостаточности. Чтобы не двигаться в этом направлении, двигаться нужно правильно. И частота сокращения сердца определяет скорость вашего движения. А будет стиль вашего передвижения в окружающей среде называться бег. Медленный бег, бег трусой, быстрая ходьба, просто ходьба. Либо у вас такая частота возникает при небольшой физической нагрузке. Это уже возможности вашего организма. Которые имеются здесь и сейчас. Их нужно учитывать, правильно использовать. Более того, вы можете снижать вес одним правильным дыханием. И как правильно дышать. И в состоянии покоя. И в состоянии той физической активности, которую вы можете себе позволить. Вы узнаете прямо сейчас. Прежде чем выйти на беговую дорожку, нужно освоить правильное дыхание. При избыточном весе. Всегда присутствует абдоминальное ожирение. И нарушается, в зависимости от степени выраженности ожирения, основной тип дыхания. А именно брюшное дыхание. Вам неудобно дышать животом. И вы дышите грудной клеткой. Вяло работающая диафрагма при этом. Не способна полноценно перекачивать кровь из брюшной полости в грудную. В результате застой венозной крови в брюшной полости. Нарушает процессы пищеварения, работу печени и почек. Недостаток крови, попавший к сердцу, вызывает гипоксию мозга. И у вас развивается либо легкое головокружение, либо шум душа, либо даже потеря сознания. Что может ускориться и усугубиться, если вы занимаетесь бегом, не освоив предварительно правильное дыхание. Освоить его легко и просто. Берете удобное кресло, подлокотники. Немножечко облокотились на спинку и дышите животом. При этом на вдохе у вас живот уходит вперед. А на выдохе максимально убираете его в грудную клетку. Что вы этим получаете? Вы активируете по вступлению кислорода в свой организм. И один из путей снижения веса у вас уже запущен. Как вы набирали вес? Вы ели объем пищи с какими-то калориями. А кислорода вам не хватало. Вот избыток пищи, на который не хватило для окисления кислорода. Вы и видите подкожность жировой клетчатки. Он может находиться и во внутренних органах. В рюшной полости, в грудной клетке. Ожирение сердца. Ожирение мозга разве что не сильно проявляется. Потому как черепная коробка не позволяет лишнему там накопиться. Но! Если вы применяете правильное дыхание. Эти объемы начинают окисляться. Они начинают использоваться как источник энергии. И вы получаете бонус снижения веса уже запущено. Вы можете его ускорить на беговой дорожке. Но! Здесь есть один маленький нюанс. Когда жировая ткань находится на периферии. То есть под кожей. Она относительно безопасна. Она не радует ваш глаз. Но она не может своим содержимым навредить вашему здоровью. Как только идет окисление жиров. Автоматически повышается уровень холестерина в крови. И повышается уровень не только холестерина. Но и жирорастворимых токсинов. Которые находились в жировой ткани. В результате повышенная нагрузка на вашу печень. А при избыточном весе. В печени по умолчанию присутствует явление жирового гепатоза. Либо ожирение печени. Либо более неприятный процесс стеатогепатита. И слабая печень с такой нагрузкой может не справиться. В результате холестерин откладывается в сосудах. Токсины могут действовать на любые другие внутренние органы. Включая или начиная с суставов. Которые в этом случае вы подрузили. Как же выйти из этой ситуации? Прежде чем осваивать правильное дыхание для снижения веса. А также прежде чем регулировать свой рацион. И увеличивать уровень двигательной активности. Хорошо бы озадачить и усилить правильное использование. текста работы печени и почек. Как это сделать правильно? Описано в одной из моих книг. Что делать если у вас есть печень и почки? Или секреты здоровья? Более полное руководство. Более 300 страниц текста о том, как правильно помочь печени и почкам работать более эффективно в вашем организме. В этом случае снижение веса не будет сопровождаться появлением новых заболеваний, которые легко прогнозируются при неправильном снижении веса. Снижайте вес правильно, тогда эффективность будет равна безопасности. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А в одном из следующих видео я расскажу как же правильно дышать при других физических нагрузках. Не только при беге. Именно правильное дыхание обеспечивает правильное выполнение не только активности в состоянии покоя, но и при физических нагрузках. Когда вам нужно и другие компоненты делать более правильно. И воду пить правильно, и кушать правильно, чтобы обеспечить свою активность не только здесь и сейчас, но и на перспективу. До новых встреч на моем канале. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписчик. И отправить ссылочку своим друзьям или родственникам. Спасибо. Спасибо.